В этом выпуске более конкретно мы с вами разберем порядок блокировки сайтов за пиратство. Обеспечительной мерой является временная блокировка сайта. Провайдер хостинга обязан уведомить владельца сайта о необходимости удаления противоправного контента. Вообще, у меня к вам вопрос, а сталкивались ли вы с Роскомнадзором? Может быть, административная ответственность? И даже уголовная? Всем привет! Вы на канале Люди.Про. Это рубрика Юрис.Про. Сегодня мы разберем с вами выпуск про пиратство в сети. Узнаем порядок блокировки сайтов и ресурсов Роскомнадзором. Какие бывают виды блокировок. Когда можно разблокировать сайт, а когда нельзя. Разбирать мы будем вот этот выпуск. Тильно осложнил работу пиратским сайтом. Да. И не только Роскомнадзор, а вот эти все ведомства, которые занимаются блокировкой. Я могу сказать то, что уже в следующем году сайтов и форумов в таком формате, как были до этого момента, их не останется. В последнее время просто каждый день от Роскомнадзора там пачка ссылок прилетала на удаление, потому что даже есть упоминание того или иного автора. Там пролетает, не знаю, мой какой-то свежий курс по Ютубу, допустим. И я точно так же напишу в Роскомнадзор, что, слушайте, я вот курс делал, вот там его сливают бесплатно, бесплатно раздают на пиратском сайте. Он опенсор сбит. Итак, за что Роскомнадзор блокирует сайты? Ну, блокировки подлежат сайты и ресурсы, содержащие порнографические изображения несовершеннолетних. Информацию об изготовлении наркотических веществ, способах совершения самоубийства, об организации проведения азартных игр, о дистанционной торговле алкоголем, о финансовых пирамидах. Также информацию, содержащую призывы к терроризму, экстремистской деятельности, ну, вообще экстремистские материалы. Если кому-то интересно, то вот ссылочка, можете перейти по ней, чтобы знать, являются ли размещенные вами материалы официально внесенными в перечень МИЮСТа или нет. Также обратите внимание, что перечень регулярно обновляется, и там уже более 5000 материалов. Также информация или сайты, нарушающие права авторов, правообладателей, то есть пиратства. В этом выпуске более конкретно мы с вами разберем порядок блокировки сайтов за пиратство. С 1 мая 2015 года антипиратские нормы закона об информации распространились на книги, музыку и программное обеспечение. До этого нормы закона распространялись только на фильмы. Из числа вообще охраняемых объектов авторских прав пока исключены фотографические произведения и произведения, полученные способами аналогичными фотографии. То есть репосты в Инстаграме, иными словами, пока законны и не подлежат блокировке Роскомнадзором. Блокировки могут подлежать как домены со всеми поддоменами, да, то есть конкретные адреса, URL, ссылка, там, страницы веб-сайтов, так и вообще сам IP-адрес, если, например, у ресурса нет доменного имени. И что, и вот, допустим, на твоем сайте там пролетает, не знаю, мой какой-то свежий курс по Ютубу, допустим, и я точно так же напишу в Роскомнадзор, что, слушайте, я вот курс делал, вот там его сливают бесплатно, бесплатно раздают на пиратском сайте, он open source. Ну, во-первых, тебе недостаточно просто написать Роскомнадзор, тебе нужно действовать... Ну, я в суд обращусь. Ну, да, но ты можешь изначально написать ко мне, в принципе, как все и делают, мы, как и раньше удаляли по запросу, так и удаляем, то есть никаких проблем с этим нет, то есть ничего не изменилось. Рассмотрим порядок блокировки. Зачастую правообладатели, сталкиваясь в сети с незаконным размещением их контента, обращаются, если мы говорим про Москву, в Мосгорсуд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер. Обеспечительной мерой является временная блокировка сайта в целях защиты прав правообладателей. Определение о принятии обеспечительных мер суд обязан вынести в день поступления такого заявления. При этом владельцы сайтов не извещаются о рассмотрении судом заявления. Обеспечительные меры действуют 15 дней, в течение которых правообладатель вправе обратиться в суд с иском о блокировке сайта. Если этого не происходит, то Мосгорсуд выносит определение об отмене обеспечительных мер. А если же правообладатель укладывается в срок и подает иск, то эти меры будут действовать до принятия окончательного решения по делу. Получив определение суда, правообладатель обращается в Роскомнадзор путем заполнения соответствующей формой с просьбой ограничить доступ к какому-то конкретному информационному ресурсу. Роскомнадзор, в свою очередь, определяет провайдера, хостинг и направляет ему уведомления. В течение одного рабочего дня провайдер хостинга обязан уведомить владельца сайта о необходимости удаления противоправного контента. На это ему удается 24 часа. Соответственно, если да, от Роскомнадзора приходят письма, на них следует реагировать и очень оперативно. Потому что вот эти все партнерки, это тебе абсолютно никакой гарантии и защиты не дает от того, что тебя в принципе блокировать не будут. Если требование Роскомнадзора не будет исполнено владельцем сайта, то провайдер хостинга обязан сам ограничить доступ к этому сайту. Если же в течение трех рабочих дней данный контент также не удаляется, Роскомнадзор предпринимает меры по блокировке информационного ресурса на уровне операторов связи путем внесения информации о сетевом адресе, доменном имени и адресе в специальный реестр. На основании такой информации оператор должен ограничить доступ либо к противоправной информации, либо в случае невозможности ко всему ресурсу в целом. При удалении противоправного контента в срок владелец сайта отписывается хостинг-провайдеру и в Роскомнадзор. Тогда теоретически сайт должен быть разблокирован. Если же этого так и не происходит, то на сайте Роскомнадзора он снова обращается в специальной форме и отправляет жалобу на разблокировку и исключение из реестра. Если же и в таком случае в течение 30 дней ответ не поступил и сведения из реестра удалены, то тогда владелец сайта вправе обратиться в суд с заявлением о признании действий или бездействий органов государственной власти незаконными. С 2015 года антипиратский закон предусмотрел возможность постоянной или вечной блокировки сайтов, которая уже предусмотрена за неоднократное нарушение прав. То есть в случае нарушения прав того же правообладателя, если уже ранее судом выносилось решение не в пользу владельца сайта. Ну очень просто Роскомнадзор заблокировал по решению суда, да и все. Да, в основном, когда Роскомнадзор блокирует, это раньше происходило как? Они принимали ограничительные меры, это 15.2 в основном, как это было. И, соответственно, ты удаляешь то, что тебя просят удалять, и тебя опять разблокируют. То есть они могут прислать тебе заранее письмо досудебное, соответственно, ты на него реагируешь, и уже тебя могут как заблокировать, так и не заблокировать, то есть уже как повезет. А наш ресурс, его сразу заблокировали по 15.6. То есть что это значит? Это значит то, что ты хоть удаляй, хоть не удаляй, все равно тебя уже не разблокируют. Потому что в России происходит так, что тебя могут заблокировать, но разблокировать тебя уже не могут. Порядок ограничения доступа к сайту на постоянной основе регламентирован статьей 15.6 закона об информации. Закон не предусматривает каких-либо исключений к разблокировке таких сайтов. И они не могут быть разблокированы ни при каких обстоятельствах, кроме тех, как признание решения суда незаконным. То есть только, опять же, в порядке судебного обжалования. Однако суд часто в решениях не указывает, какую именно блокировку следует применить. Временную или постоянную. Поэтому способ ограничения доступа к контенту провайдеры зачастую определяют самостоятельно и произвольно. И причем я знаю, многие мои коллеги, они пытались менять название ресурса, но это не помогало. Потому что люди, которые занимаются непосредственно самой блокировкой, они мониторят это все вручную. И сообщают далее в Роскомнадзор. Ну, это уже не через Роскомнадзор, это происходит через другой орган, который передает решение в Роскомнадзор. С октября 2017 года вступили в силу поправки в закон об информации. Появилось такое понятие «копия заблокированного сайта». Это сайт, сходный до степени смешения с сайтом в сети интернет, доступ к которому ограничен по решению суда в связи с неоднократными и неправомерными размещениями информации. То есть для блокировки копии заблокированного сайта или так называемого «зеркала» не требуется отдельного судебного акта, а блокировка происходит по решению Минкомсвязи. Своё решение о блокировке Минкомсвязи обязано принять в течение одного дня со дня поступления жалобы от правообладателя или госоргана. Как видно из всех этих норм, на практике должна быть блокировка происходит довольно-таки быстро. Вообще у меня к вам вопрос, а сталкивались ли вы с Роскомнадзором, с блокировкой сайтов? Напишите в комментариях своё мнение, я с удовольствием почитаю и отвечу на них. В общем, за два последних года Роскомнадзор, можно ли сказать, что сильно осложнил работу пиратским сайтом? Да. И не только Роскомнадзор, а вот эти все ведомства, которые занимаются блокировкой. В заключение отметим, следствием пиратства может быть не только блокировка сайта, но и также взыскание убытков или компенсации с владельца сайта в судебном порядке. В размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов может быть административная ответственность и даже уголовная. Уголовная ответственность наступает по части 2 ст. 146 УК РФ. Поэтому в случае уличения вас в незаконном использовании объектов интеллектуальных прав, своевременно обращайтесь за юридическими услугами, используйте все возможные юридические механизмы в борьбе с блокировками. Если вам понравилась тема видео, ставьте лайки, а также можете указать в комментариях, разбор какого видео на канале сделать следующим. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь также на наш ТикТо канал, ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok